Здравия желаю, с вами Командор Вэлл, и это гайд по Страйкеру, который доступен только одной фракции Тиранской Республики и является специализированным вооружением штурмовика, иными словами, гранатометом, который предназначен в основном для уничтожения авиации или бронетехники. Но Страйкер в основном годится только для уничтожения авиации, и некоторые кричат, что если ты играешь за Тиранскую Республику, то обязательно нужно покупать Страйкер, а не Аннигилятор, что на мой взгляд в целом неверно, хотя конечно же Страйкер хороший гранатомет и довольно универсален, ведь он может даже стрелять по бронетехнике вручную и вполне так себе попадать даже на приличном расстоянии. Потому что скорость ракет довольно высокая, но из-за того, что урон составляет всего лишь 150 единиц по лобовой броне, это не очень хорошее преимущество, но конечно же это лучше, чем стрелять с Эмэлки, несомненно. Но такая есть проблема, что пока ты стреляешь, ты уязвим, и 6 ракет гораздо проще заметить, в отличии от одной. На ближней дистанции, естественно, Страйкер уступает Эмэлке, хотя если вы там зайдете танку в тыл, то вполне можно помочь, пока его там допустим хищник отвлекает, нанести хорошенький урон. Но только в таких ситуациях Страйкер будет вполне себе против бронетехники. В иных случаях, по сути, будет лучше всегда Анигилятор. А его главная фишка, из-за которой его и предпочитают, это тепловое донаведение. То есть в случае, если Страйкер стреляет и ракета пролетает рядом с авиацией, то происходит донаведение ракеты, и она автоматически попадает, гарантированно причем. Но, с другой стороны, нужно все-таки попадать, ведь тепловое самонаведение, к сожалению, имеет определенный радиус. И если ракета летит слишком далеко от цели, то, видите, наведения просто не будет. Это тоже важно понимать. Но за счет того, что Страйкер может сразу стрелять, ему вообще не нужно никакое наведение, никакого захвата, им можно спокойно устраивать заградительный огонь. И вот когда на тебя летит ЕСФ, то ты уже можешь стрелять и нанести урон, а потом резко уйти в укрытие. В отличие от Анигилятора, которому нужен захват. И вот когда мы там любим горнооставить, то обычно кто-нибудь прилетает, какая-нибудь обиженка, и в этом плане нас просто истребляют. И Страйкер в этих ситуациях реально решает и спасает. И за счет этого, да, у тиранцев некое преимущество против авиации. Ну, у каждой фракции есть свое преимущество, так что че тут это впаривать? Вот. Что еще можно сказать? Есть у Страйкера, между прочим, фугас. Он действительно существует, так же как у Граундера, Сворма и Анигилятора, но только в случае, если попадает по авиационной технике. Не знаю, 8 метров или там не 8, но урон этот есть. Хотя, как правило, вам это свойство не понадобится, потому что авиация, она просто летает, и фугас по кому будет наносить урон? Да не по кому. Но если, конечно же, там Либератор или какая-нибудь другая воздушная техника приземлилась, то это неплохое свойство. Тем более, если вы взорвете бронетехнику, то будет нанесено 900 урона всем пехотинцам. И вот как раз таки вот этот вот фугас может стать окончательным смертельным уроном. Хотя, если вы не завалите бронетехнику, ну, точнее, не бронетехнику, а авиацию, то толку от этого фугаса, в общем-то, не будет, потому что они, скорее всего, смогут резко зайти в технику и улететь. Вот и все. Ну, либо уже сдохнуть, но всей бригадой в авиации. Поэтому, как правило, фугас, вот этот вот, вам не пригодится вообще никогда. Ну, иногда, да, все-таки это такое вот интересное дополнение. Теперь касательно урона. Ну, урона я сказал, что 150 ракетой, то есть это все верно, можете так и понимать. А вот по авиации он в целом больше. Хотя по галактике он также равняется 150, а по другим целям он увеличивается, потому что считается этот фугасный урон. ЕСФ наносится 280 урона, а другим гораздо меньше. Валькирии, по-моему, чисто 200, а Либератору 175. Ну, где-то так. Ну, в целом понятен, да, какой урон. Вот, и, к сожалению, из-за того, что ЕСФ сносит чуть больше половины, всего лишь там 1700 урона, по-моему. Некоторые, а точнее почти все обладают пожаротушением. И получается, что даже если ты всеми шестью ракетами попал по ЕСФ, то ты ее все равно не забиваешь. И всего лишь наносишь 50% урона. Потом даже второй залп, если делаешь, то они могут включить пожаротушение и все равно выжить. Так что, да, довольно такая обидная тема. Анигилятор тоже почти там с трех выстрелов убивает. Ну, вообще четыре обычно надо. Или даже пять в случае грамотного пожаротушения. Поэтому страйкер в этом плане не сказал бы, что хорош. Но, как я уже сказал, он замечательен в плане огня залпового на поражение. И для стрелка больше шансов выжить против авиации. Потому что ты уже выстрелил и свалил. И можешь это сделать заранее. Да, с загородительным огнем. Вот такая вот тема. Ну, а по пехоте, разумеется, смысла нет. Потому что 900 урона это максимум, сколько вы сможете выжить. И все. Это шестью залпами. Но пока вы стреляете, вы, естественно, уязвимы. Поэтому против пехоты это самая тупая вещь. Ну, вот как-то так. Вам спасибо за просмотр и всего наилучшего.